Дорогие друзья! И вы третий день подряд ставите больше лайков, чем под предыдущим видео. То есть каждый день вы ставите все больше и больше лайков. Поэтому с меня тоже не заржавело, ребят. В описании к этому ролику вы найдете 5 победителей с прошлого ролика, которые выиграли по 1000 игрового золота. Пока что только в список записываю, скоро будут начисления. Плюс еще двое ребят, которые мне прислали реплеи. На самом деле было больше, но два игрока реплеи, чьи я использовал. Вы их сейчас видите на фоне, также получают по 1000 игрового золота. Итого вы там 7 нихнеймов найдете. Ну а мы переходим, ребят, непосредственно к ПТшке. Итак, впервые 114 SP2, китайскую топовую ПТшку, мы услышали о ней упоминание в январе 2021 года. Тогда это была болванка без текстур. И сейчас, в середине апреля, с выходом патча 1.12.1, вы ее активно можете видеть в рандоме. Все потому, что на ней активно катаются супертестеры. Соответственно, бой, как вы видите, записан не от лица супертестера. Огромное спасибо ребятам, которые, слив свои танки, не вышли из боя, а переключились на ПТшку. И сейчас мы можем понаблюдать, как она воюет. На самом деле, я посмотрел не только эти два реплея, еще больше посмотрел. И могу вам сказать, что на сегодняшний день ПТха у меня не вызывает особых положительных эмоций. Ну, то есть, да, я люблю новую технику. Это всегда вау, круто, давайте скорее. Но я не понимаю, зачем она сейчас нужна в рандоме. Смотрите. У нее огромные сарайные размеры. Вот прям вот просто огромные. Как у Type-A5 Heavy. При этом броню у нее ноль. То есть там 80 мм ВЛД, 75 мм... НЛД, точнее, 75 мм ВЛД. Башня по 90 мм в самом толстом месте, 135, по-моему, миллиметров. То есть она не танкует вообще. Она огромный сарай. Маскировка у нее 0,29. Считайте, ноль. Просто как у Мауса ее нет. Подвижность вперед неплохая. 45 вперед, 18 назад. То есть я не могу сказать, что она слоупочная. Все-таки тут двигатель почти 1000 лошадиных сил дает почти 16 лошадиных сил на тонну. Ну, это знаете, это не много, не мало. Для СТшки мало, для тяжа достаточно, для ПТшки нормально. Пушка у нее, в принципе, огонь. 650 альфы. Не очень много, но перезаряжается за 14 секунд. Таким образом, мы где-то урон в минуту получаем в СТОКе. 2 700. Добавляем сюда досылатель, получаем почти 3000. Можно еще улучшать, улучшать, улучшать. Короче, я думаю, до 3 200, 3 500. В зависимости от той или иной ситуации, можно раскачать. Плюс в СТОКе у нее точность 0.32. Это говорит нам о том, что 0.29, где-то 0.28 мы сможем раскачивать точность. То есть она очень точная. Пробитие не блещет. В районе 280 у нас на ББшках. Но, правда, голда под калиброй в районе 320. То есть, опять же, смотрите, альфа небольшая, относительно 650. Да, есть ПТшки получше альфа. И пробитие не очень большое. Ну, что это такое топовый ПТ с пробитием 280, да? Точность хорошая. Время сведения быстрое, 2 секунды. То есть, ну, считайте, 1.8 будете сводиться. Я так понимаю, судя по тому, как игроки кидают на ней с полу вертух. Вот я уже, говорю, посмотрел. Со стабилизацией мы, к сожалению, разброса здесь не видим. Тоже, в принципе, должно быть все в порядке. Вот и получается, ребят, что ПТха, смотрите, ключевые особенности. Подвижность 45 нормальна. Удельная мощность нормальна. То есть, она достаточно подвижная. Для такой особенно огромной махины. 18 назад, ну, то есть, она еще и откатиться может. Есть башня. Башня вращается. Углы склонения минус 7. Не то, чтобы много, но, знаете, это не минус 5. То есть, ну, где-то на каких-то небольших кочках, неровностях можно будет этой башней воспользоваться. То есть, пушку опустить вниз, там, отыграть как-то от рельефа. Правда, башня здоровая и без брони, и она сильно не спасет. Вот. Точность хорошая. То есть, ПТха как бы должна играть с дистанцией. Да, но для дистанции пробитие не ахти какое. Плюс ББшки на дистанции еще теряют бронепробитие. То есть, я не понимаю концепцию этой ПТхи, но единственный плюс, который я в ней в данный момент вижу, то, что у китайцев, если появится, а она скоро появится, уже китайская ПТшка с башней, то это значит, что и объект 268 вариант 5, вот смотрите, как быстро башню довернет. Хотя по ТТХ 18 секунд. То есть, ну, достаточно быстро вращается, но по ТТХ не очень. Короче, 268 вариант 5, советскую ПТшку с башней, тоже есть шанс увидеть. Ну и в конце у меня вопрос, я тоже разыграю в этом видео голду, спасибо, что досмотрели до конца. Вопрос простой. Вам нравится ПТшка? Будете качать? Отвечайте на вопрос, в конце комментария оставляйте свой танковый ник. Спасибо, что посмотрели, стараюсь для вас выпускать какие-то видосики интересные. Поэтому подписываемся на канал, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока!